Здравствуйте! С вами Анастасия Велесова, таролог и парапсихолог. Сегодня я вам расскажу такую интересную магическую тему, как уйти в астрал. Ну и вообще, что такое астрал? Ну астрал, мне кажется, это что-то вроде бы... Не буду вам ничего не говорить с Википедии, это чисто мой опыт, мое наблюдение. Ну это как бы измененное сознание, это погружение в какой-то определенный сон, контролируемый, возможно, сон, да, неконтролируемый. Но это более такое яркое состояние, ну либо там, я не знаю, проще говоря, возможно, это душа ваша отделяется от тела, и вы попадаете в какой-то неведомый мир. Насколько утверждать, насколько это реально, я не берусь взять, потому что научно это все не доказано, не доказано. Это могут быть какие-то игры нашего разума и все такое. Вот, ну есть определенный опыт, так же и мой опыт, как вот попасть в это состояние. Сразу оговорюсь, что никакие айваски, хуяски, трава там, конопля и прочие наркотики вам не в помощь, да. Я как бы изожница и считаю, что гораздо все можно сделать, прибегая, в принципе, к каким-то таким простым или не очень простым упражнениям. Вот, для этого очень подходит выходной день, когда вам никуда не надо. Вы просыпаетесь и, допустим, пьете воду, идете в туалет, но у вас должно быть, желательно, немножко пораньше проснуться на час, чем вы обычно просыпаетесь. Ну, допустим, вы просыпаетесь обычно в 7 утра, а вы просто проснулись в 6 утра, вот вы немножко час не доспали. Это нам нужно для того, чтобы погрузиться вот в этот вот фантастический сон, либо отправиться в астрал. Уж не знаю, как правильно это будет. Попили водички, вы легли на кровать, закрыли глаза, и вы должны вроде бы как бы засыпать обратно, но в то же время вы должны представлять, что вы плывете по морю. То есть вы должны активно представлять, что вы гребете руками, руками, но при этом ваши руки лежат на месте. И как бы вы, ваша какая-то сознательная или бессознательная часть отрывается от тела. Вот. В такое состояние можно попасть совершенно случайно. У меня и такой был опыт. То же самое. Вы, допустим, проснулись и потом уснули, но уснули не до конца. В этот момент вы можете слышать, как орут соседи сверху, допустим, как на улице косит траву, там подметает дворник. Ну и при этом вы можете видеть какой-то волшебный сон, вот, и все такое яркое и чудесное, как на его. То есть, ну, типа таких галлюцинаций, там, я не знаю, все что угодно. Может, я видела в таких состояниях языческих богов, в том числе моего любимого бога Велеса. Вот. Ну, о чем мы с ним и говорили, я вам уже не буду рассказывать. Может быть, в следующих видео. Вот. Видела всяких и демонов, и все что угодно, короче. И куча-куча примеров у меня и других людей, которые пробовали таким же способом погружаться в это волшебное состояние. И тоже много чего разного видели. Так что можете пробовать, тренироваться. Может быть, получится у вас. Не получится, спрашивайте у меня. Я вам помогу. Всегда ваша Анастасия Велесова. Пока.